Итак, доброго времени суток, уважаемые любители шахмат, и мы приступаем к нашей традиционной рубрике шахматный камбэк. Да, я предлагаю пойти... Нет, подожди, подожди. Куда ты пришёл? Стоп, дай коня на Е1. И зачем? Потому что чего ты добился? Вот Ф3 теперь можно провести с темпом. Король Ф2. Пойди, конь, Д3, король Е1, а? Нет, 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 нет. Слон Е2 план. Слон Е2. Ладья Ф1. Король Ж1. Хотя бы теперь конь Д3, конь Ф2. Король Х1. Ну нет, ну нет, я вижу, что ты хочешь сделать, но не делай этого. Так, ну вот такая вот дебютная идея. Надеюсь, что она будет полудотворной. Да, безумно. Подожди, а ты ещё... Ну всё, в общем-то, камбэк начался. Не хватает пешки и очень сильный король на H1. Не то слово. В духе московского ЦСКА в этом сфере. Итак, продолжаем мы. Уже выиграли фигуру? Ну, конь Ф5, видимо, идея у соперника. Конь G3 мат, но я же не позволю так легко этому осуществить. А как там играть? Вот такой у них 5. Я не знаю, может быть, просто H3. H3 обидно. Короля на H2 придёт ставить. Ну чё. Переживём. А он там пойдёт Е4, слон Е5. Он же не сможет сделать три хода подряд, согласись. Мы что-нибудь придумаем. Так может быть, парень из Питера? Он может позволить себе. Ну, конь, она Е4, хорошая идея. Ну да, но... Я всё-таки напрягаю, возможно, этого шаха в любой момент. Но ничего сделать нельзя. Может, конь... Если сейчас поставлю в Д5, может быть, конь Ф1 просто пойду. Ну, пока вроде всё нормально. Ну да. Ну, видишь, твою идею исполняет человек. Ну, F4 я планирую защищаться, так? Я думаю, может, ещё конь C4 какой-нибудь. Конь C4, по-моему, далековато мы оплодим своим куберам. Ну, хорошо, давай пойдём F4. Мне не нравится F4. Там Е3, Е2 очень быстро пройдёт. Ну, что дальше? Что тогда по-другому? Конь C4? Далеко. Коня далеко пустили. Всё нормально. Пусть конь здесь стрит. Это болельщик ЦСКА. Вот теперь F4, видимо, играть нужно. F4, да. И конь Е3. Плакада по Немцовичу. Немцович был бы в восторге от этой позиции. Ну, вообще-то у Немцовича была бы лишняя фигура. Да. Так, ну что, дальше. Какой план? Все наши... План на игру. План? Смотри. У главного тренера Московского Спартака всегда есть план на игру. Какой у нас план на игру? Ну, какой-какой? Реализовать численное большинство. Ну, в данном случае. То есть мы можем сказать, что условного вермолова удалили с поля. Да, именно так. Да, но... 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 Есть же какие-то но, нет? Нет. Мы просто удалили. Нет, ну у них, во-первых, опасный конь. Кто опасный конь? В этом сезоне нет опасных коней. Я согласен. Так, ну что? Позиция у нас получилась достаточно интересная. Нас могут съесть нашего главного болельщика ЦСКА. Не, ну если он придет на И5, это будет вообще просто потрясно. Я не думаю, что в этом что-то потрясное будет. Поэтому он просто сыграет на И3. Судей слоны в 2, да? Судей слоны в 5, чтобы в Верстнице 5 не появился. В Верстнице 5. Кто-то появился. Ну ладно. Профилактика. Ты прям читаешь мои мысли, слушай. Ну да, и здесь уже, видимо, сдача. Погоди, погоди, не спеши. А где не сдача? Я не знаю. Вдруг где-то есть не сдача. Ну, собственно, эта партия характеризует сводичную ДРМ. Да, все-таки, ну, действительно, дебютная идея, она производит впечатление. И мы выигрываем. Ферзя. Да. Да, ну и осталось. Дело за мамой. Придет матовая атака. С лишним ферзем я. Ферзе 7. Ты что же ты делаешь? Нет, мат. Играем на матовую атаку, смотри. Ф6, ферзе 6 мат. Мы должны успеть дать мат в этой партии. Это очень важно. А вот на ферзе 6... А, ну да, просто мат. Не срослось. Не успели. Так. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. Спасибо.